Дмитрий Львович, обмен, большой обмен состоялся. Как уже заявили многие, одних россиян в большинстве своём поменяли на других. 16 политзаключённых Путина дал, взамен получил 8 человек, киллеров, убийц. Вы знаете, я вчера впервые плакал. Впервые за два года после ужасной смерти в эвакуации моей бабушки, которая умерла просто в очень таких муках из-за этой войны, которую развязал Владимир Путин. И плакал, когда увидел картину, как вот эти вот дети, женщин, мужчин, политзаключённых к ним бегут, их обнимают. И я подумал, сколько же времени Владимир Путин украл у этих детей и у этих политзаключённых, когда их дети были одного роста, одного возраста, а теперь совершенно другого и совершенно уже взрослые. И вот какой меня вопрос не покидает, о чём я думаю. Какое всё-таки наказание должен понести этот мерзавец, этот подлец, этот кат? Что его должно ждать, чтобы этот… Потому что это просто грех, понимаете, первородный какой-то. Нет, про грех всё понятно, ведь он украл не только годы этих людей, он у мира украл 25 лет, не только у России. Понимаете, если бы мы не занимались всё это время противостоянием с вот этой абсолютно сатанистской сектой, которая размахивает ядерной дубиной, и которая сулит миру или согласие, или гибель, ставить его перед такой альтернативой, я думаю, за эти 25 лет человечество могло бы решить большинство своих критических проблем. А то, что мы… Чуть ли не обрести бессмертие. А то, что мы наблюдаем сегодня, это, конечно, ретартация, отступление чудовищное. Но нам надо сейчас думать, мне кажется, не о возможном наказании, как сказал Фазиль Искандер, тут мы отмечали его очередной день рождения, бывают злодеи такого масштаба, что Господь требует их к себе на ковёр, чтобы разобраться лично. Тут он позаботится. Владимир Путин давно уже превысил ту меру грехов, за которую могут заплатить ему люди. Тут Господь будет разбираться. И мне кажется, что важно сейчас думать в другом направлении. Понимаете, всё-таки компартиристика – великая наука. Когда мы наблюдаем сравнение, аналогии этого режима с тем, мы видим, как стремительно проходит этот режим, оставшийся ему путь. Какая это, в общем, быстрая агония. Нам совершенно не важно, какие конкретно события получат в ближайшее время свой аналог. Но мы не можем не вспоминать об обмене Буковского на Кроволана. Мы не можем не вспоминать… Отменяли хулигана на… Аналогию Сокроволана, где бы найти такой ад, чтобы на Брежнева сменять. Мы не можем избежать аналогии с высылкой Солженицына. Мы не можем не увидеть того, что режим занимается аутоиммунными репрессиями, пожирая своих вернейших, и в частности окружение Шойгу. Тогда таким образом пожирали Чурбанова. То есть мы не можем не увидеть разъедания коррупционного со стороны этого режима и внешнеполитического торга, на который он идёт. Всё это должно нас довести на мысль о том, что 70-е мы пройдём не за годы, а за месяцы. И поэтому надо уже сейчас готовиться к тому, что будет происходить. Я могу вам сказать с абсолютной уверенностью, что на протяжении ближайшего полугода мир ждут турбулентности такого масштаба, который мы сегодня представить не можем. Мы не можем представить сюрпризы, который преподнесёт американское голосование, пришедшие на очень серьёзную смену парадигмы. И то, что во главе крупнейшей державы может оказаться женщина, это лишний раз показывает, что кажется, Господу надоело играть вот в эту рулетку. Надо сбавлять напряжение. Это первое. Второе. Мы, по всей видимости, увидим такие неожиданные результаты украинского референдума о возможном начале переговоров, что тоже политическая карьера Владимира Зеленского вступает сейчас, пожалуй, в период наибольшей шаткости и самых удивительных возможностей. Я думаю, что он уйдёт и уйдёт достойно, и сейчас он принимает критически важные решения. Мы увидим такое, о чём не можем и мечтать, и более того, о чём не можем и бояться, потому что мы не можем это представить. Мне в последнее время всё чаще приходит на ум цитата из Ландау. Моя любимая современная физика может объяснить даже то, чего не может представить. Нам сегодня приходится объяснять и мотивировать то, чего мы пока не можем представить. Но я могу вам дать слово человека, который всю жизнь занимается проблемной композицией. А 25-й год, весна 25-го года, будет настолько отличаться от осени года 24-го, что ни один предсказатель просто не сможет вообразить масштаб происходящих событий. Я у вас сегодня поспрашиваю ещё и о весне 25-го, и о референдуме. У меня эти вопросы запланированы, однако, знаете, я хотел бы сегодня сосредоточиться в том числе в большинстве своём на этом обмене. Вадим Красиков, киллер, он приехал на территорию России, первым его вывели специально для Путина. Путин ради этого всё и устроил. Путин с ним поздоровался, сказал «здорова». Единственное, как он поздоровался с Красиковым. Зачем Путину он понадобился, как вы считаете? Почему всё было поставлено на карту ради одного Красикова, личного киллера? Нет, нет, не ради одного. Они все, каждый несёт свою нагрузку. Я уверен, что здесь был выбор. И семейная пара с детьми, которые якобы не знают, кто такой Путин, вот на какие жертвы идут. Разведчики, честно говоря, я не назову бы этой жертвой. Большое счастье жить в мире, где ты не знаешь, кто такой Путин. Вы знаете, разведчикам-нелегалам всегда в России завидовали. Их служба, и опасность, и труда, и при этом они живут с границей. Тут, видите, что надо понимать. Для Владимира Путина, я много раз об этом говорил, но не вижу греха повториться, а для Владимира Путина очень важны его немногочисленные профессиональные идентичности. Ведь, понимаете, дело в том, что до своего появления на публике в качестве преемника он не особо-то был кому и известен. Он был чиновник из свита Собчака, продемонстрировавший лояльность ему, но ничего, кроме этого, мы о нём не знали. Он очень цепляется за два своих профессиональных навыка, которые успел получить дайву. Он чудоист, он разведчик. Выходил учебник под чудо, якобы им написанный, в качестве разведчика он активно себя оппозиционировал и продвигал. Помните, ещё в истории Санны Чапан, когда он говорил, вот, предатель, свинья, умрёт как свинья, а наши люди будут заниматься интересной работой. Что-то пока не очень видно, чтобы они занимались интересной работой. Знаете, даже Абель, вывезенный в Россию, крупнейший разведчик своего времени, сидел тихо и невостребованно, и от этого умер. Понимаете, для Владимира Путина критически важно подчеркнуть в себе Штирлица. Он на этой легенде победил. «Немец в Кремле» называлась первая книга о нём, а ещё задолго до первого лица. Он приехал на волне славы Штирлица. Он списан был со Штирлица типажно. И люциферическое происхождение Штирлица, которое я подробно разбираю в книге ВЗ, на мой взгляд, в случае Путина совершенно очевидно. У разведчика, вернее, у Люцифера в мифе тройственная функция. Он разведчик, он каратель, и он покровитель искусств. Во всех этих трёх функциях Путин активно старается светиться, особенно как покровитель искусств. Да нет, он же глава Киев-Удинства. Да, он историк, он, в общем, поощритель исторического общества. У него в друзьях Мацуев, Машков, Михалков. Он любит с искусствами-то, да, поговорить о смысле жизни. И вот в качестве разведчика он, да, будет говорить, здорово, это люди его корпорации. На самом деле разведчик, он, конечно, никакой. В иерархии серьезной разведки директор Дрезденского дома дружбы это не очень большое карьерное достижение. Но то, что он жил там и говорит по-немецки, помните, да, был такой анекдот, что Владимир Путин, встречая немецкого канцлера, говорил с ним на его родном языке. Немецкий канцлер то предъявлял документы, то поднимал руки. Хендер Хох и Аусвайс, он знает, разговоров нет. Может быть, он и немецкий в реальности хорошо помнит, кто спорит. Он все время старается подчеркнуть, что он не только преемник, что у него была какая-то исключительно засекреченная, мощная профессиональная жизнь до этого. Я хочу напомнить, как выглядит стереотип разведчика из советского кино. Коррумпированный насквозь, разлагающийся в советской системе, КГБ – это единственная рыцарская тайная сеть, военный орден, орден меченосцев, военная косточка, интеллектуалы, циничные, любящие так под коньячок поговорить с западными аналитиками, которые их тоже уважают как коллеги. Весь мир – всемирная шахматная доска двух великих разведок – британской и российской. И, конечно, поиграть в это очень любят российские непрофессионалы, российские криворукие убийцы. Это для Владимира Путина родная среда. Я не думаю, что этот обмен был ему нужен только для демонстрации своего, так сказать, профессионального статуса. Он еще хочет немножко поиграть в статус, вы знаете, пренебрежительного, циничного лидера, который свою правозащиту, своих оппонентов оценивает в полкопейки. На пятачок-пучок. Обратите внимание, за восемь нелегалов отдали 16 правозащитников. Такой нарисовался обменный курс. И всякие слуги режима, которые выполняют его методички, уже пишут, нам не жалко, мы обменяли отребья на героев. Ребята, вы действительно обменяли отребья на героев, но немного попутали знаки. А вы не заметили, как вообще немцы подложили свинью, какую немцы подложили свинью, Владимиру Путину и тому же Красикову? Они же во время перелета, когда этого Красикова уже перевозили, они опубликовали через издание Бильд, как будто Красиков все поведал о том, что он рассказывается так, что Красиков мог стоять за убийством Собчака, мэра Собчака, шефа Владимира Путин. Просто мне интересно, Дмитрий Львович, мне просто интересно другое. Как вы считаете, Владимир Путин, вот этого Красикова и всех остальных, он их будет утилизировать или он их использовать будет и дальше? Мы же помним историю Петрова и Баширова, которых отправляли убивать Зеленского сразу же, во время начала планомасштабки. Саш, мы примерно понимаем, чего стоят слухи об убийстве Собчака. У нас Пушкин все это написал. «Я отравил мою сестру царицу, монахиню смиренную, все я». Нет, все злодейства будут теперь приписывать Путину, все политические убийства, включая убийства его соратников, современников по работе на Чубайса, ему, это в общем нормальная, знаете, черная дыра всегда обтягивает объекты, пролетающие мимо. Я не стал бы его демонизировать и не стал бы вообще утверждать, что Собчак был убит. Иногда люди умирают на ровном месте. Но, тем не менее, я не удивлюсь, если это окажется правдой. Я ничему не удивлюсь из того, что я узнаю об этих людях. Но что касается, что касается, вот, так сказать, дальнейшей их утилизации, они будут сидеть в госдоме, как луговой, они будут выступать перед школьниками с рассказом о своей жизни, и таинственному волшебу говорить, я не могу сейчас, вы понимаете, рассказывать всего, но вы же понимаете, чьих рук это дело. Ну, вот как мне в свое время об эвакуации Собчака, того же, во Францию, его окружение, говорю, ну, вы же понимаете, кто это организовал. Мы не можем сказать всего, но вы же понимаете, это любимая игра разведок, чтобы все непременно списывали на нашего героя. Эти люди, как в свое время Анна Чапман, какое-то время посветятся, а потом они уйдут на вторые роли, либо они будут озвучивать в госдуме самые непопулярные предложения, либо они будут, так сказать, на каких-то третьих ролях в телевизионных программах. Потом они постараются забыть, просто потому, что они действительно в качестве нелегалов больше работать не могут. А этот режим своих отбраковывает еще жесток, чем чужих. Одно несомненно, понимаете, у них не очень много времени на все это. Потому что я считаю, что главный лозунг момента – это YouTube замедляется, история ускоряется. Мы будем в течение ближайших месяцев проходить все стадии деградации режима, на которые ушло примерно с 1974 по 1985. А вот новый лозунг «Пятилетка эффективности» и гадит, что вы понимаете, 11 лет в 11 месяцев. Мы это увидим. Им смотреть на это гораздо интереснее, чем гадать о будущем этих сомнительных героев. Я очень рад, что Илья Яшина и Кара Мурза, и Олег Орлов, и Саша Скочеленко, и многие-многие другие на свободе. Правда, очень рад. И Эван Гершкович. Я очень надеюсь, что этим людям будут рады в Украине, когда они захотят её посетить, и что отношение к русскому языку и русской культуре не будет распространяться на них, потому что, в конце концов, они та Россия, с которой стоит иметь дело. И вот, знаете, меня не покидает такое ощущение, Путин-то их освободил. Но это же не означает, что они исчезли из списков на ликвидацию. Путин будет и дальше за ними охотиться, как вам представляется? То, что мы будем наблюдать за этой охотой, это совершенно несомненно. Понимаете, история России прекрасна тем, что она поучительна, что она наглядна, она даёт возможность предсказывать. Да, разумеется, особый интерес Троцкому никуда не делался после его высадки, интерес к Калейджину никуда не делался в зависимости от того, где он находится и так далее. Будут две категории людей. Во-первых, те, кто вырвался. А во-вторых, вот это особенно интересно, будет увеличиваться число беглецов из адептов этого режима на Запад. Понимание, что их на Западе далеко не всегда, то есть в России, далеко не всегда ждёт красная ковровая дорожка. Понимаете, ведь Фёдор Раскольников был приглашён в Россию далеко не для того, чтобы его встречать с распростёртыми. Поэтому он и не вернулся. Число невозвращенцев, число таких беглецов, как Рейс, число, ну, вы помните историю с его убийством, число завербованных агентов, в том числе таких, как секретарь Сталина Борис Бажанов, которого трижды посылали убить, и он трижды перевербовал убийцу. Это был очень хитрый парень. Это будет расти. Естественно, активность России и на Западе и преследования российских инакомыслящих, я не так хорошо о нас думаю, что нас будут похищать. Надеюсь, что нет. Но ослаждать нам максимально жизнь, доносить, подкаравуливать будут. Я всё-таки не так просто хожу с оглядкой, не скажу с охраной, хотя и здесь я предпринимаю определённые усилия, но с оглядкой. Конечно, они не очень нас любят. И, конечно, им не очень нравится, что мы уехали. Но тут надо ещё раз подчеркнуть, что даже у сталинской очень хорошо работавшей лаборатории Судоплатова случались частые проколы. За граница примерно понимает, какую интенсивность работы спецслужб им предстоит в ближайшее время наблюдать. И я бы не сказал, что путинские агенты во всём мире чувствуют себя уж больно-то вольготно. Поэтому пытаться они будут. Так тут не вспомнить другой анекдот. Съесть-то съесть, да кто же даст. Друзья, мы сейчас продолжим. Спасибо, что вы с нами. Подписывайтесь на все наши YouTube-площадки. Старайтесь как можно больше лайков и комментариев не забывайте. Дмитрий Львович, людей обменяли, однако один человек не дожил до обмена и не дожил до этого события. Это Алексей Навальный. И благодаря CNN, тому, что они вчера написали, мы узнали, что Путин специально убил Навального, потому что немцы, потому что Шольц, тогда ему сказали, что Красикова они ему отдавать не собираются и обмен сорвался. Он не был связан с Навальным, просто это был вопрос по поводу Красикова. И какой-то такой, знаете, даже библейский сюжет получается, потому что Навальный погиб, а убийца на свободе, убийца осталась в живых, убийцу как бы наказание миновало. Такой итог. Смерть Навального и Вадима Красикова на свободе, личный киллер Владимира Путина. Не подождите, не надо так преувеличивать Красику, уж прям личный киллер Владимира Путина. Владимира Путина есть и гораздо более, пока еще нам неизвестно и пока засекречены, но гораздо более, я думаю, опытные, авторитетные убийцы. Я думаю, что обмен Пичугина впереди и вот кого мы увидим в ответ на него, в обмен на него. Тут обменные курсы варьируются, как ни цинично это звучит. Борьбу надо продолжать, в слабую точку надо бить. А у этого режима нет чести, но есть корысть. С корыстью можно договариваться. Что касается гибели Навального. У меня действительно крепнет уверенность в том, что Владимир Путин, даже ведя переговоры об его обмене и анонсировав их задним числом, отдавать его не планировал. У него к Навальному было особое отношение. Понимаете, абсолютно сакральное. А то, что Владимир Путин не просто корыстный, чиновник Петербургской мэрии, а то, что он человек с некоторыми оккультными убеждениями, для меня совершенно несомненно. Он, конечно, не религиозен, он, скажем так, язычник, и у него есть действительно некоторые присущие по ханату предрассудки. Он к Навальному относился абсолютно сакрально. Ему казалось, по безбашенным действиям Навального, у Навального действительно с инстинктом самосохранения что-то происходило совершенно непонятно, он отсутствовал, я думаю, что Владимир Путин все время боялся той силы, которая за ним стоит. Он не мог себе представить реально, что человек может так себя вести, не имея за собой какой-то чрезвычайно могучей опоры. Ну, судя по себе, по крайней мере, он в человеке таких ресурсов воли, таких ресурсов готовности к самопожертвованию не прозревал, не предполагал. Поэтому отдавать Навального он не мог, он относился к Навальному, как вы понимаете, со своеобразным пиететом, он не мог назвать его имя и назвал только после смерти, это как человек невидим, стал видим только когда умер, понимаете, это вот такое, вот главный конструктор всю жизнь в российской прессе обозначался как главный конструктор, имя он получал после смерти. Навальный для него был в статусе главного конструктора оппозиции, в статусе Королёва, ну, правда, Королёв был на службе режима против воли, а этот был главный конструктор врага. Поэтому я не думаю, что он готов был отдать Навального. Я тоже так думаю. Да, Навальный был обречен с того момента, как вернулся, это был его выбор, он этот выбор сознавал. Это трагический выбор, конечно, но действительно для того, чтобы вести себя подобно Навальному, надо было абсолютно с самого начала проститься с любыми шансами на выживание. И мне кажется, что Навальный такую операцию над собой произвёл. Произвёл и Карамурза, который сказал, я готовился умереть в тюрьме. А это особые люди, логика которых нам непостижима.